Я хочу передать слово последнему докладчику в нашей текущей сессии. Это господин Домбровский, президент Ассоциаций российских операторов связи, который продолжит тему регулирования эффективности использования радиочастотного спектра. Постараюсь экономить время, но хочу поблагодарить организаторов. И, конечно, мы очень интересны, послушали два доклада наших европейских коллег, французских, и они заставляют нас насторожиться, эти доклады. Вообще, я до сих пор считаю, что в России бизнес делать очень легко. Надо брать модели, которые уже есть в США и в Европе, и переносить их на российскую почву. Это по-научному называется модернизация. И вот тут они нам подсказывают, какие нам предстоят тут трудности. А я бы сказал, что наши трудности еще больше. Вот вы посмотрите, значит, оператор Фри предложил тариф 20 евро, и это разрушило рынок. Если мы это будем проекцировать на русский рынок, 20 евро, это операторы мечтают иметь такой тариф. Русские тарифы меньше. Если сейчас тарифы европейских операторов, включая интернет, 40-50 евро, то в России они, я не знаю, 10-15. И это показывает, с одной стороны, какая адаптивность операторов наших, а с другой стороны, насколько операторы более уязвимы всяким неприятностям по повышению расходов, стоимости и так далее. Опасности очень большие. Вот то, о чем говорил Тьерри, давление регуляторов, европарламента и так далее, у нас еще хуже. Вообще ведь происходит такое, что операторов хотят превратить в каких-то дойных коров таких популизма. И то и дело мы слышим, что то говорят, что надо изменить там единицу тарификации, отменить роуминг, ввести более низкие цены. И это говорят частным компаниям, которые с нуля построили этот бизнес. Просто эту опасность нельзя недооценивать. Особенно в связи с тем, что весь телеком-сектор вступил сейчас, вот тоже, как показал Тьерри, в такую ситуацию, когда доходы в Европе падают и очень значительную часть доходов отъедают от телеком-ОТТ компаний. Вчера была конференция, многие здесь присутствующие были на ней, которые коммерсант проводил. И там речь шла о сетевом нейтралитете. И меня поразило, насколько недооценивают операторы эту опасность. И оказалось, это было в формате круглого стола. Единственный человек, который сказал там на этом круглом столе о том, что нельзя это допустить, это была представитель федеральной антимонопольной службы Елена Александровна Заева. Потому что когда там представитель Яндекса говорил, да, вот Тьерри сказал, что ввести полный сетевой нейтралитет – это все равно, что отменить все светофоры в Москве. Ну, образно, да, так. А представитель Яндекса сказал, что ввести сетевой нейтралитет – это все равно, что в метро пускать, значит, допустим, всех брюнетов, а не пускать блондинов. Так это на аудитории впечатлило. А, значит, представитель ФАСа ему возразило, что в метро, если вы идете с чемоданом, так вы должны заплатить деньги дополнительные. Ну, теперь совсем кратко по моим слайдам. Тут ведь есть еще такая штука, что Россия вступила в ВТО, и это налагает дополнительные обязательства, которые, впрочем, для сектора неплохие. И российский регулятор, значит, много уже изменил в связи с ВТО и другие. Это о том, о чем уже говорил Дмитрий Анатольевич, твердо намеренно и радикально снизить число лицензий. Значит, изменяется подход к плате за частоты, публичность и так далее, отделение, значит, связи, операционных компаний от государства. Вот это слайды, они есть у вас в презентации. Это то, как предлагает Министерство связи, это и их презентация, Роскомнадзор и Минкомсвязи, как они предлагают подходить к регулированию платы за спектр. Очень глубокий анализ, который показывает, насколько бывают несправедливы эти платы. И, конечно, переход, вот как они предлагают, к взиманию платы за полосу спектра, выделенную, а не за каждое частото назначения. Это органично, это будет стимулировать эффективное использование спектра. И все действующие, активно действующие операторы от этого выгадают. Ну, вот это концентрация спектра у крупнейших операторов. Это GSM спектр, это спектр LTE, который уже действует. Вот он у четырех операторов сейчас только имеется. Много спектра простаивает. Вот это перечень, это прежде всего у Ростелекома, ну и других компаний очень значительная часть. И вот такой мы сделали анализ эффективности использования спектра, сколько абонентов, грубо говоря, приходится на 1 Гц выделенного спектра. Показатели существенно ниже, чем у европейских компаний. Ну, надо сказать, что у региональных операторов Теле2 и Мотив, им приходится использовать его наиболее эффективно, этот показатель. И заметно отличается низкая эффективность использования спектра у Ростелекома. Вот это в основном все, что я хотел рассказать сегодня. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, какие вопросы у меня на своем оброске? Можно я, как всегда, не в рукационный вопрос задам? Вот вы очень активно ведете по административному и аналитическому. Вы пытаетесь всеми возможными силами исправить, как ситуация. Вот насколько министерство вообще слышит Вашу аргументацию, насколько оно прислушивается к деятельности региональных операторов, может быть, не очень крупных? Или у нас в стране все-таки засилие больших игроков, и монополизм и консолидация достигло такой степени, что государство не слышит небольших альтернативных участников в рынках? Вы знаете, главное вообще развитие отрасли. Я хочу сказать, что сменился состав руководства министерства меньше года назад, и ситуация заметно изменилась в лучшую сторону. Вот те идеи, которые мы пытаемся донести, и самое главное, это мы формулируем так, связь как социальное благо. То, что связь надо рассматривать не как дойную корову, как социальное благо, давать доступ в дома, размещать, помогать базовые станции и так далее, это услышано и активно поддержано министерством. Пересматриваются, да, вот плата за частоты, да, это инститивы операторов, в том числе нашей ассоциации. И было такое, что мы активно работали с Роскомнадзором в их комиссии, очень многие идеи учтены, и это тоже поможет. Тут есть проблемы с пропуском трафика, да, тут есть кое-какие подвижки, тут есть дискриминация региональных операторов, когда они не могут передавать прямо трафик, и, грубо говоря, абонент, уехавший в роуминг у одного и того же регионального оператора, из Самары, в Саратов, мы не можем напрямую передать его трафик. Трафик есть такие ограничения, но обещают снять. Окей, спасибо. Коллеги, спасибо всем за ваше внимание. Давайте поблагодарим всех докладчиков, которые были у нас сегодня. Мы отправляемся сейчас на 20-минутный перерыв, чуть-чуть сократим, потому что задержались. И после этого мы продолжим нашу пленарную сессию. Вторая пленарная сессия будет посвящена кроссотраслевым бизнес-моделям, стратегиям и партнерством ключевых игроков. А сейчас дискуссия на кофе. Пожалуйста, ждем вас в зале.